Здравствуйте! Мы на Каменском станкостроительном заводе. И сегодня вашему вниманию я хотел бы предоставить станок серии 17 плюс 6. Данная модель уникальна. Она уникальна тем, что на территории Российской Федерации и стран Таможенного Союза станки такой конструкции не производит никто. У нее есть 6 осей, что позволяет применять данный станок в мебельном, модельном и других сферах производства, который может справиться с любыми задачами. Данный станок может работать с материалами, всеми видами пластиков, всеми видами дерева, буб, дуб. Также он может обрабатывать мягкие металлы, такие как алюминий, латунь. Можно даже обрабатывать сталь фрезами до 6 мм. Также этот станок может работать с камнем, то есть обрабатывать такие камни, как песчаник, мрамор, хранит. Что хотелось бы сказать о конструктивных особенностях данной модели. Опоры портала выполнены из 25 мм стали, так же как и ОСЗ. Сам портал выполнен из профильной трубы с толщиной стенки 10 мм. Станок имеет цельносверную раму, так же из труб прямоугольного сечения с толщиной стенок 10 мм. Общий вес станка около 2 тонн. По желанию заказчику опоры портала и ОСЗ может быть выполнены из чугуна или алюминия. На примере другого станка отдельно хотелось бы отметить основной элемент станка, такой как направляющий и косозубая рейка. Точность установки направляющих и косозубой рейки достигается путем фрезеровки и сверловки отверстий с нарезанием резьбы в одну установку, на обрабатывающей центре ЧПУ, так же производства Каменского станкостроительного завода. Данная технология изготовления позволяет производить станки с высокой точностью, что в дальнейшем влияет на качество производимой продукции. Конструктивной особенностью станка является то, что токарная ось находится сбоку. Такая конструкция позволяет обрабатывать в диаметре заготовки до 300 мм и в длиной до 2,5 м, что очень делает станок универсальным под разные задачи. То есть на токарной оси можно делать как балясины, ножки стульев, столбы, колонны и другие изделия, которые обрабатываются круглой фрезерной обработкой. В движение токарную координату приводит серводвигатель с обратной связью и редуктор, что позволяет добиться высокой точности обработки и фиксации заготовки в нужном положении. На станке установлен профессиональный шпиндель мощностью 3,5 кВт с принудительным воздушным охлаждением. Частота вращения шпинделя регулируется частотным преобразователем и может колебаться от 0 до 24 тысяч оборотов в минуту. На станке установлены цанки АЕРТ-32, что позволяет работать фрезами большого диаметра. Перемещение по осям X и Y происходит за счет косозуба рейки и рельсовых направляющих с вечением 20 мм фирмы Хайбит. Поезд Z перемещается за счет шарико-вентовой пары диаметром 25 мм. Поворотные оси приводятся в движение редукторами с уменьшим передаточным числом. Весь станок приводится в движение при помощи сервоприводов с обратной связью. Мощность каждого привода 1,5 кВт. Данные приводы являются очень точными и очень мощными, что позволяет добиться высокого качества изготавливаемых изделий. Серводвигатели с обратной связью контролируют положение шагового двигателя, отслеживают его позицию и тем самым увеличивают точность. Также на станке направляющие косозуба рейка защищены губкозащитой, что предотвращает попадание грязи и пыли на важные элементы станка, что в общем увеличивает общий срок службы самого оборудования. Станок имеет отдельно стоящий блок управления, который защищен также от попадания пыли и грязи, исключает возможность влияния вибраций работы станка на элементы электроники. На станке есть место для расположения персонального компьютера, монитора, мышки и клавиатуры. По желанию заказчика можно установить профессиональную стойку ЧПУ, такие как Siemens, PANU и другие. Все кабеля на станке защищены кабель-каналами, что предотвращает перегибание и переломку проводов, что очень важно для станков, которые могут работать 24 часа в сутки. На станке установлен алюминиевый стол с D-образными базами и возможностью механической фиксации заготовки при помощи струбцин. Также по желанию может быть установлен вакуумный стол для вакуумного прижима заготовки. Размер рабочего поля станка 1,3 м на 2,5 м, ход по оси Z 400 мм. Также в этой серии есть другие размеры, максимальный размер которых достигает 2,5 м на 4 м. Каменский станкостроительный завод также может делать эксклюзивные заказы. Размер рабочего поля при этом может достигать 5 м на 12 м. На станке установлен ручной насос автоматической смазки инструмента. Также можно поставить автоматическую смазку инструмента с таймером, которая будет подавать масло в узлы через определенный интервал времени. Смазка является очень важным элементом при работе станка, так как это увеличивает срок службы станка и сохраняет качество оборудования. Обнуление станка происходит по концевым датчикам индуктивного типа. Данный тип датчиков очень точный, что очень важно при обмолении многоосного станка. Спасибо за внимание! С более детальными характеристиками станка и другими моделями, которых у нас на сайте более 250 видов, вы можете ознакомиться по адресу 37.ru. Ссылка на данный станок находится в описании. Подписывайтесь, ставьте лайки, делайте репосты. В общем, всеми силами помогайте развитию отечественного станкостроения и развитию нашей Родины. Большое спасибо! Субтитры сделал DimaTorzok